Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о российском чемпионате. Пауза на матче сборных закончилась, и мы будем потихонечку вкатываться в дела российские. Ну и сосредоточимся на матче Балтика-Спартак. Потому что здесь очень многое будет определяться и для красно-белых, и для Балтики с Сергеем Игнашевичем. Победа или набранные очки нужны и тем, и другим. Потом Спартак, ну скажем так, вроде как начал выходить из кризиса, вроде как начал прибавлять. И вроде как слухи о возможной отставке об Аскале пропали из прессы, но с другой стороны, красно-белые это настолько непредсказуемый коллектив, что здесь что-то спрогнозировать практически нереально. И красно-белые запросто могут допустить очередную осечку, и вновь пойдут разговоры о том, что рыжего негодяя нужно увольнять. Можем мы себе такое представить? Да запросто. Что касается Балтики, это команда, которая опасна, которая способна дать бои любому сопернику. Это гроза авторитетов. Они и Зениту дали бои, и Спартаку было нелегко с ними. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, да, они могут содворить очередную сенсацию. Они могут добавить себе в копилочку очередной скальп вот этого самого топового российского клуба. И это будет для них здорово, и это будет еще один плюс для Игнашевича. Но с другой стороны, ну, будем объективны. Состав в Балтике сейчас, наверное, один из самых слабых в РПЛ. Поэтому, если судить о футбольной составляющей, то здесь, ну, Спартак должен вроде как побеждать. Поэтому тут будет очень непредсказуемая дуэль. Давайте ее разберем и ее обсудим. Но сперва хотелось бы сказать, что у меня появился еще один канал на Ютубе под названием «Бифо», на котором я буду делать прогнозы на матчи российского чемпионата, а также зарубежных лиг. Ну и, разумеется, здесь же будут видео и о европейских турнирах. Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. Контента тут будет много. Я регулярно выпускаю видеопрогнозы, так что, если вас интересует эта тематика, если вас интересуют, какие коэффициенты и какие тоталы выбираю я, то проходите по ссылочке в описании на Ютуб-канал «Бифо». Ну, а мы переходим к Спартаку и Балтике. Итак, по нашей традиции начнем с Андердога. Я думаю, здесь таковым все-таки является Калининградский клуб. И здесь мы начнем с Балтики, а дальше тогда перейдем к Спартаку. Итак, в чем плюсы? Балтики. Во-первых, домашний статус встречи. Все-таки и поле свое, и, что немаловажно, географический фактор. До Калининграда путь не самый близкий, не самый простой для москвичей, поэтому здесь задача будет не из легких. Второй фактор – фактор сборных. Потому что у Спартака куда больше представителей национальных команд, которые куда-то уезжали, катались, там, в Волгоград на матч против Кубы, еще куда-то. И поэтому здесь, ну, Балтик, скорее всего, будет посвежее, скажем так. Еще один важный плюс – это атлетизм Балтики. У них один из самых рослых составов в нашей РПЛ. Средние показатели, антропометрические, 174,3 сантиметра. У Спартака – 171,6. Так что тут могут попытаться, что называется, задавить Спартак. Тем более у Спартака, несмотря на наличие Бабича и других атлетичных футболистов, большие проблемы в плане работы на втором этаже, особенно при стандартах. Стандарты – это, конечно, тоже ключик к воротам Спартака. При этом процент выигранных верховых единоборств в этом сезоне, опять же, на стороне Балтики – 55 против 44, что тоже важный нюанс. Еще один важный нюанс – то, что у Спартака очень много потерь. Потери самой разной классификации. Есть травмированные игроки, есть игроки, ну, скажем так, не в лучшей форме и выведенные из основной обоймы, как Соболев. И в итоге разница в классе, которая есть между командами, несколько сократилась. А некоторые позиции, например, центр нападения у Спартака вообще осиротел. Поэтому тут у Балтики будет определенный бонус, определенный шанс именно в этой встрече взять реванш. Тем более, что Балтика в последнее время хорошо играет. У них в шести последних встречах две победы, две ничьи. Для команды с их возможностями отличный результат. Балтика умеет дать бои гранду. Балтика умеет обороняться. Балтика – это невероятно прессингующая команда. Именно их давление зачастую становится ключевым фактором для успехов. В том числе в матчах с более именитыми соперниками. И здесь, учитывая то, что Балтика будет посвежее за счет отсутствия у них большого количества сборников, ну, получается, что они могут попытаться запрессинговать Спартак. Так что в плане стилистики очень неудобный коллектив в Калининграде. Именно для Спартака с плотной защитой, очень агрессивным прессингом. В общем, красно-белым будет нелегко. Однако, Спартак – это команда, которая дважды обыграла Балтику за последнее время. Спартак – это команда, которая обладает колоссальным преимуществом в классе исполнителей. На большинстве позиций, да, в центре нападения они, возможно, вообще будут без центра форварда играть. Но при всех проблемах Спартака в защите, защитники у них более мастеровитые, галкиперы. Ну, возможно, кто-то поспорит насчет вратарей, но мне кажется, Максименко тот же самый сильно недооценен в этом сезоне. Его как-то излишне активно критикуют, при том, что он не так уж и плох в большинстве случаев. Полузащита, атака, в целом, у Спартака здесь есть перевес. У них глубже состав, даже несмотря на потери, травмы, у них есть кем усилиться по ходу встречи. Так что тут Спартак, наверное, будет обладать определенным перевесом в плане качества. Плюс к этому Спартак все-таки непредсказуемая команда. Как будет играть Балтика, мы понимаем. По какой схеме, по какой системе и кто там выйдет. У них состав не такой широкий. А вот Спартак – это команда, которая по-прежнему может удивить. Да, многих напрягают вот эти бесконечные эксперименты об Аскале. С другой стороны, эти эксперименты все-таки дают определенный плюс в том плане, что сложно представить, как будет играть Спартак в следующей встрече. Так что здесь посмотрим. Будет интересное противостояние. Я лично жду красивой игры с большим количеством забитых мячей. Ну и пусть победит сильнейший. Продолжение следует...